чуваки короче опять с вами я вот один чувак мне вконтакте в личку написал что у него украли мобилу и не могу ли я ему помочь я конечно сказал что я могу помочь поэтому я и ссылочку сделал под роликом да давайте чуваки поможем моему подписчику скинемся немножко ему долларов чтобы он купил себе новый телефон ну украли у человека понимаете украли у человека телефон хотя сто раз говорил что надо быть внимательным обращать внимание на детали да то есть человек уже психологически должен быть готов к тому что у него телефон украдут он должен уберечь свой телефон как зеницу ока но видно плохо смотрел в мои ролики и не уберег свой телефон вот короче поэтому давайте скинем здесь немножко долларов я считаю что мы должны помогать друг другу мы как бы империя теперь давайте скинемся и поможем человеку купить мобилу iphone вот хотя у меня не канал добра и позитива да но тем не менее давайте поможем человеку вот это первое второе значит у меня здесь три коробки есть да с разными телефонами ну такие не очень новые да nokia samsung да еще одна nokia но это для этих тупорывок до которые говорят что работа грузчиком это плохая работа да что это работа рабская ну тут все видите прибамбасы вот такой вот телефончик новый эти все телефоны ну на работе ну дарили перевозишь там фирмы еще чем у тебя не такие телефоны дарят там ну шампанское тоже дарят виски дорогие и телефона вот такие всякие видите дарят все короче и нет телефона давайте что это ноги у поломаем до обзорчик на ноги сделаем вот зверь nokia делает обзорчики на телефоны да а чем я хуже зверя ноги а смотрите какой телефончик до крепкий телефон подождите сейчас пятки себе не отбил смотрите смотрите что вот этот крепкий оказался хороший телефон хороший что это за ноги 6610 хороший телефон так следующий самсунг самсунг сука так чего на самсунге опа а самсунга и нет а сейчас сейчас вот он самсунг смотрите видали симпатичный такой алло говно 007 смотрите вот так вот все короче победитель теста nokia 6610 вот смотрите сколько я здесь наломал телефонов и далее смотрите во вот нормалёк нормалёк хорошие тесты хорошие так поехали дальше вот вы мне многие пишут мне а что случилось юрием индианаполиса да индиана индиана индианаполис почему у него типа свиньи на канале так вы не спрашивайте почему у него свиньи на канале розовые свиньи да вы не спрашиваете вы перспективно должны мыслить сука как я вас учил перспективно значит вы должны уже сейчас идти на опережение и думать о том чтобы у меня на канале не было розовых свиньи понимаете а то появятся вот такие вот розовые свиньи у меня на канале вот такие вот видите вот такие вот и все их она лишь по без меня сдохните вы все понимаете сдохните вот смотрите вот такие вот свиньи смотрите папа свинья мама свинья и дети свиньи видите он поэтому идите на опережение а то ж сука я тоже начну вот таких вот свиней выставлять не только юрий из индианаполиса а я начну юрий начнет симонов начнет талян не начнет у него таких игрушек нету талян это дорогая игрушка между прочим английская швеции швеции такие игрушки не продаются юлечка заказывала из англии вот этот вот понос вот этих вот розовых свиньи на юлечка заказывала из англии потому что швеции их просто нету понимаете просто нету вот короче чуваки дальше смотрим опять буду говорить про грузчиков вы тупорылые сука пишите мне значит что я работаю грузчиком потому что я другую работу найти не могу я еще раз объясняю сука уроды я еще раз объясняю я работаю грузчиком потому что мне нравится эта работа а вы мне объясняете опять что я работаю грузчиком потому что у меня нет образования. Да я вам 20-30 еще профессий найду, где не нужно образования. Водитель троллейбуса, таксист, водитель трамвая, дворник в конце концов, воспитатель в детском садике, сука. Какое там образование? Там нет образования тоже. Я еще раз говорю, я работаю грузчиком, потому что мне нравится работать грузчиком. Вот и все. Образования у меня нет. Дебилы, сука. Сука, в Швеции любой идиот может получить образование, если захочет. Любой идиот, только захоти и все, и получишь образование. Неужели вы думаете, что когда я приехал в Швецию в 23 года, я настолько туп, что не мог пойти и получить образование? Вы что думаете, что я самый тупой человек на этой планете, что ли? Если люди проезжают из каких-то вообще из каких-то стран, которых на карте мира я никогда не видел и получают образование, вы что думаете, что я австраленгр, не могу получить этого образования? Вы что, меня видите в натуре тупого грузчика только? И кроме тупого грузчика вы ни хрена не видите, что ли? Вы что, в натуре думаете, что когда я говорю, что я тупой грузчик, то я имею это в виду, что ли, что я тупой грузчик? Ну тогда вы тупые, сука, интеллигенты, понимаете? Я еще раз повторяю, я работаю грузчиком, потому что мне это нравится, мне это просто нравится, мне нравится работать грузчиком. Все нюансы, почему я работаю грузчиком, и почему мне нравится работать грузчиком, я уже сто раз объяснял. Я грузчик необычный, я необычный грузчик, я не хожу по этажам целыми днями, я не ношу шкафы, коробки картонные. У меня аккордная работа практически каждый день, Я ношу пианино, рояли, сейфы Вот чувак, который мне писал Вконтакте Или не вконтакте, или в личку мне писал Он пишет, что он работает грузчиком Зарабатывает за 4 часа 25 долларов Ну, на Украине, наверное, работает Или в России, не знаю, где такие расценки За 4 часа человек зарабатывает 25 долларов А я за час зарабатываю Когда я переношу, например, пианино Я за час зарабатываю, там, не знаю 40 долларов, понимаете, за час И мне в радость занести это пианино Мне это не тяжело, понимаете, занести пианино Как бы тупо это не звучало, да Как бы бредово это не звучало Мне это в радость Вот люди ходят в тренажерку, да, качки И качаются, да Но если по вашей логике судить, да То они все тупые Потому что зачем они поднимают тяжести Это же впадлу Еще и бесплатно, сука А я же поднимаю тяжести за деньги Сейчас, наверное, найдется тупой какой-нибудь Который напишет, что А профессиональные качки, они за деньги качаются Так а сколько непрофессиональных Которые просто так тяжести таскают И в том числе бабы Неужели мне надо еще один ролик пилить? Не, не буду пилить, ну вас нахер С объяснениями, почему люди поднимают штанги За дарма, да Короче, я надеюсь, вы поняли, да Что у меня работа очень классная Хорошо оплачиваемая И мне она самое главное Что она мне нравится Я не хочу работать хирургом Вот если бы мне даже платили в три раза больше Вот клянусь вам, сука Я бы не работал хирургом Мне не нравится кишки наматывать на ножи Понимаете? Не нравится Вот адвокатом, да Я бы еще, может, согласился бы работать Когда, например И тут только для братвы, да Когда братва подходит к должнику И говорит, надо ему отрезать яйца И тут я как адвокат подхожу и говорю Нет, ребята Надо ему отрезать только одно яйцо, сука Вот на такого адвоката я согласен Так, ладно, все, заговорился Потому что вы все тупые, сука Короче Тот же чувак, который зарабатывает 25 долларов за 4 часа Спрашивает меня Как защищаться при работе грузчика Ну, там, пояс одевать или еще что-то Чтобы тело не изнашивалось Вот мой совет Если у меня на канале есть грузчики Да, если у меня на канале есть грузчики Которые смотрят мой канал И слушают мои советы Вот я всем грузчикам Всем грузчикам, которые смотрят мой канал Советую Вот сейчас, внимание, советую Что я советую Работа грузчика Самое главное правило у грузчика Вот, если бы я книжку писал, да Для грузчиков То самое главное правило у меня было бы Что настоящий грузчик У которого с головой все в порядке Должен как можно меньше таскать предметы Там, шкафы, сейфы, да, холодильники Как можно меньше таскать Он должен как можно больше использовать специальный инвентарь То есть тележки Всякие вот тележки, знаете, как типа вот колясочки Там тележки, деревяшка с четырьмя колесиками То есть должен использовать инвентарь Ремни, да, не такие дурные ремни, как в Советском Союзе были Или в России сейчас Такая, через одно плечо Как ранец должны быть ремни На два плеча Дебилы, сука То есть настоящий грузчик Должен как можно меньше носить То есть я иногда Даже у нас в Швеции вижу Как грузчики, например, несут Там Вдвоем Холодильник Ну возьми ты тележку И на тележке его затащи наверх Есть специальные тележки У которых такие, как у самок Есть такие пластмассовые Эти самые, значит Как они называются, короче Ну пластмассовые такие прокладки И на этой тележке На пластмассовых прокладках Один человек Я нормальный человек Плюс вы же считаете, что я не сильный Я же слабак, типа Старый У меня живот Как у алкаша, да Пивной живот И я один все равно занесу холодильник Без всяких вообще проблем на этой тележке Когда два других человека будут Пыжиться, сука Потеть и спину ломать с этим холодильником Вот в чем самое главное Правило грузчика Не таскать Как можно меньше таскать Вручную, я имею в виду Как можно меньше таскать Руками носить вот это На себе То есть есть тележки Если ты идешь по прямой дороге По прямой, например Ну, допустим От машины до подъезда У тебя 30 метров И ты несешь коробку Да, с книжками тяжелую И ты несешь Не на тележке катишь А несешь Ну это, ну это Ну тогда я не знаю Это все Это просто пипец тогда Понимаете Если у человека не доходит Что это можно катить А не нести Это пипец Таким грузчиком я работать не хочу Таким грузчиком я никогда не работал И не буду работать Я буду грузы перевозить На тележках Даже по ступенькам Носить есть специальные тележки Конечно пианино на тележке не занесешь Пианино нужно носить на ремнях Но многие вещи Многие шкафы, холодильники И даже сейфы Я спокойно один Ну в крайнем случае вдвоем с Рогером Мы заносим на тележки Просто вы тупые Уроды, сука Школота Вы думаете Что грузчик Это полностью тупое создание Которое ходит добровольно И ломает себе спину Неужели вы думаете Что за 20 лет Я бы не удосужился себе поломать свой хребет Если бы я работал Как тупое создание какое-то И все бы таскало в своем горбу Да я бы уже давным-давно поломался Я не поломался-то почему Потому что я не тупой грузчик, сука А умный И когда я работаю Я использую свои мозги Все, короче До свидания